Привет, ребята! На лбу выпрыгнул прыщ, но будем считать, что так и надо. Сегодня мужчины могут отойти в сторонку, потому что я буду рассказывать о использованной косметической продукции. Понравилось, не понравилось. Собрала уже себе вот такой целый-целый вот такой пакет. И несмотря на то, что мы переезжали, все это барахло я притащила с собой. Сейчас достану все, расскажу в пяти словах о каждом средстве, которое я пробовала. Есть такие, которые уже срок годности ушел, потому что перебирала все, что выбросить, не выбросить. Что еще пригодится, что нет. Но помню про каждое, потому что, когда покупаю какие-то средства, стараюсь использовать их до конца. И всегда каждая чем-то, да, и запоминается. Ну что ж, начнем. Буду доставать по очереди. Первое. Помню, что этот крем покупала еще два года назад. Вот такой крем торговой марки Life, нашей израильской. Стоил он 20 шекелей. Вот такая баночка. Пользовалась им под макияж. В принципе, обычный нормальный крем, но немножко липковатый. Пока брать его не буду, потому что хочу попробовать что-то другое. Дальше. Вот такое обычное гарнировское средство. Мицеллярная вода для снятия макияжа. Универсальное средство для снятия макияжа. Мне очень оно подходит. Кстати, не смотрите на мои ногти, их надо уже переделать. Очень подходит для моего типа кожи. Снимает макияж. Классно. Не заходит в глаза. Не требует смывания, несмотря на то, что я смываю. В принципе, очень надолго мне хватило. Покупала это еще вроде как даже в Украине. Вот эту мицеллярную воду. В Израиле, конечно, тоже продается. Стоит от 25 до 35 шекелей за вот такую бутылочку. Рекомендую. Вот такой у меня еще крем есть, который я покупала еще когда-то самое старое средство в этой сумке, сейчас в этом пакете. Вот такой крем Топоах, да, торговой марки Топоах от растяжек. Я пользовалась им еще когда была беременна Лерой. Мазала его на ноги, на живот, на грудь. Растяжек у меня абсолютно никаких нет, нигде не осталось. Не могу сказать, что крем в этом помог. Но он тоже достаточно классный был. Но единственное, что я пользовалась уже на последних месяцах им и не успела его использовать до конца. И так как уже срок годности закончился еще в 2018 году, мне придется его выбросить. Хотя стоил он 78 шекелей. Не дешевое удовольствие вот эти крема, но ничего не поделаешь. Написано для того, чтобы предотвратить растяжки в период и после беременности. Да, после беременности я тоже несколько месяцев им пользовалась, но он очень экономный и он очень жирный, его хватало надолго. Жалко, конечно, полбанки использовала, но ничего, срок годности закончился. Не враг же я своему здоровью. Придется выбросить. Что у нас еще тут есть? А, еще вот такой крем для лица был у меня мульти... Не, это не крем для лица, это крем под глаза торговой марки Carline. Да, с мультиэффектом. Тут сколько грамм было? Ну, очень маленькая баночка. Я тут 30 грамм где-то примерно, даже не 50, думаю. Ну, такой классный освежающий крем. Снимает немножко синяки под глазами. Ну, в принципе, у меня их особо нет вроде как. Но освежает кожу, осветляет ее немножко. Помню, что стоил он где-то 45 шекелей. Заказывала на сайте Драгстор. Что у нас дальше здесь есть? Вот такая... Да, вот такая зубная паста купила в Бютикар. У нас такой магазин есть, вот такой вот. На зеленом фоне написано Бютикар. Эта зубная паста написана, что она включает какое-то масло, масло чайного дерева, ментол и минералы из Черного моря. О, Господи! И минералы Мертвого моря. Ну, вы знаете, она какая-то такая ужасная. Она очень дешевая, 5,50 стоила. Просто ради интереса купила попробовать. Абсолютно мне не понравилось. Больше никогда ее не буду покупать. Зубная паста на растительной основе. Мне она не подошла. Я ее даже не доиспользовала. Тут ее еще есть больше, чем полкубика. Сейчас покажу, кстати, какой внешний вид. Ну, такой просто белый, глиняный какой-то цвет немножко. Абсолютно мне не понравилось. Поэтому пользоваться такой больше я не буду. И вам не очень рекомендую. Покупайте более толковые зубные пасты. Но это было так ради интереса. Потом этот блеск закончился у меня с самой обычной, простой торговой марки Ассенса. Это израильская вроде торговая марка. Стоит 10 шекелей. Нелипкий. С приятным ароматом. В принципе, был нормальный. Блеск, он такое средство, которое иногда хочется принести губам какой-то немножко оттенок. И чтобы они были увлажненные. В принципе, этот блеск справлялся со своей работой. Дешевый, обычный, простой. Буду ли покупать? Возможно, буду. Дальше. Вот такой карандаш для бровей. Для бровей. Бровь. Вот такой он немножко еще можно видеть. Может и нет. Такой треугольной немножко формы, что дает возможность рисовать легче брови. Торговой марки Vibo. Это я покупала такой вот. Не знаю, встречали, не встречали. Я покупала его в Украине. Не помню, сколько он там стоил. Гривен 90, наверное. То есть шекелей 12. Он хороший. Тут есть вот такая щеточка, чтобы расчесывать брови. Но сейчас я перешла на тени для бровей. И это намного прикольнее. Поэтому пока покупать такой не буду. Хотя использовала целых три таких карандаша. Один еще есть там незаконченный. И два вот использовала раньше. В принципе, могу рекомендовать. Это коричневый оттенок. У кого светлые волосы, светлая кожа. В принципе, коричневый оттенок, наверное, выходит лучше. Что тут еще у меня есть? Этуаль. Это были... Вот такая фирма Этуаль. Какая-то самая простая. Покупала в Украине нормальные тени для век. Но быстро очень закончились. Даже не могу сказать, какого они были цвета. Догадываюсь, что какой-то бежевый оттенок. Не помню цены. Но очень что-то дешевое. Что тут еще у нас есть? А, еще когда-то на пробу купила дешевую тушь. Тушь торговой марки Эссенс. Рок. Рок-н-ролл. Дает объем ресницам. И открывает глаза. Так написано. Вот такая вот толстая щеточка. Что мне очень нравится в этих... Вообще в туши всегда. Это толстая щеточка. Потому что ей очень хорошо и легко красить ресницы. За 10 шекелей, в принципе, была нормальная тушь. Но пока больше такой не покупаю. Пользуюсь более качественными. Но если так хотите сэкономить на косметике, в принципе, вот такая тушь тоже подойдет для ваших ресниц. Потом, что у нас еще тут есть? Есть вот такой боди... Вот такой боди-лосьон торговой марки Агава. Это когда-то мне подарили подарок. Это с перцем. Помню, что что-то с перцем. И кактусом. Вот такой минеральный лосьон. Я и мазала тело. В принципе, ничего. Нормальный лосьон. Но уже закончился. Покупать не буду. Потому что у него очень такой аромат, очень какой-то резкий. Но если вы тоже получили его в подарок, так, в принципе, нормально. За свои деньги, думаю, покупать не стоит. Потому что стоит где-то около 100 шекелей. Достаточно дорого. Можно выбрать что-то более другое. Более прикольное и приятное. Это. Да. Это кондиционер для волос торговой марки Forever Living, где я иногда беру продукцию. Это именно серия Sony. И это классный кондиционер для волос. Мне очень понравился. Он с алоэ вера. И он для моих жирных волос очень подходит. Единственное, что кусается, это цена. Потому что даже по моей скидке он стоил 98 шаги. Но если не ошибаюсь, достаточно дорого. Хотя хватает тоже надолго. Думаю, еще буду заказывать. Потому что, ну, среди всех кондиционеров, которыми я пользовалась, это один из лучших. Потом, что у нас еще осталось. Это тоже старая палетка теней. Кстати, тут еще она есть. Есть очень много. Это для тех, кто хочет поэкспериментировать своими глазами с макияжем. Можно попробовать. Заказывала я ее на Алиэкспресс. По-моему, если не ошибаюсь, за сколько я ее заказывала? За 5 или за 7 долларов. Ну, можете как бы себе представить, что это что-то очень дешевое. Из-за этого результат тоже был, конечно, ожидаемый. Плохая пигментация. Несмотря на то, что цвета вот такие яркие, на глазах их почти не видно. Только некоторые цвета были достаточно хорошо пигментированные. Из-за этого я ими пользовалась. Но они тоже осыпаются с глаз, скатываются. Ну, дешевое оно и есть дешевое. Потому что невозможно, скажем так, грубо за 25 шекелей получить отличного качества такое количество цветов. Вот. Так что в качестве эксперимента проверила. Испробовала цвета, которые, думала, мне подходят, не подходят. Но и только. Вот. Так что вот такая палетка даже тут, ну, Китай, тут даже никакой торговой марки нет. Ну, помню, что заказывала на Алиэкспресс где-то полтора года назад. Попользовалась немножко. И вот, положила в сторонку и вот сейчас выбрасываю. Что еще есть уже совсем мало, это вот такой мусс для волос, торговая марка Студио 2000. В принципе, нормальный, хотя 10 шекелей обошелся всего лишь. Иногда делала своим волосам мокрый эффект. Очень часто, когда было лень мыть голову и надо было срочно выходить на улицу. И вот достаточно помогал исправить изъяны прически и волос перед выходом на улицу. Потому что придавал волосам немножко мокрый эффект. Но, конечно, так как у меня волосы длинные и достаточно густые, хотя сейчас опять так не кажется, то его мне хватило буквально на пару раз. Потому что это такая пенка, которая много-много уходит на мои волосы за один раз. Ну, если вам надо сделать какую-то прическу быстро и дешево, вот, 10 шекелей, пожалуйста, почему бы и нет. В ГУ, я даже не помню, где я купила, написано Гудфарм, даже не помню, где это находится. Что у меня еще осталось? Это мне когда-то подарили вот такие духи. Черный оникс, лаваблэ, я не знаю, как прочитать. Это даже не духи, наверное, а туалетная вода. Но что самое интересное, что они очень классные были. Я их больше нигде так и не нашла. Я не знаю, где их купить, но мне они понравились. И еще средства гигиены уже, скажем так. Это спрей в нос с морской водичкой для детей в Израиле. Один из самых популярных. Пользуюсь я и Лера, особенно когда заложен нос. Да-да, сейчас у меня как раз заложен нос. И я пользуюсь таким, который у меня еще есть целая. А это уже закончилось. За время, пока вот у нас есть Лера, за эти три года я уже, наверное, таких пять банок использовала. Стоит в Суперфарме 28 шекелей, по-моему, примерно. Причем неважно, рецепт не рецепт. Что-то вроде... Вроде рецепт на него не действует. Может, ошибаюсь. Ну, такая 9-процентная соленая вода в форме спрея, которая подходит даже для младенцев от нуля. То есть, новорожденных. Вот так оно еще у меня в конце упало. Все, закончилась большая коробка. Теперь я с большой радостью и удовольствием могу все это выбросить и отнести в мусор. А на этом все. И пока-пока можете рассказать, может быть, какими-то средствами из этого пользовались вы. И еще вопрос на засыпку к женщинам. Какими средствами для снятия макияжа вы пользуетесь? Какие вам нравятся и подходят? Мне будет интересно узнать это от тех, кто живет в Израиле и пользуется какими-то классными средствами для снятия макияжа. Потому что вот кроме мицеллярной воды за последнее время я ничего другого подобрать нормального не могу. Поэтому делитесь впечатлениями в комментариях. И пока-пока!